Доброе утро! Сегодня у нас понедельник и у нас пока в садике только Женя и Саша. Я для чего ужила камеру на самом деле, хочу похвастаться моей новой сковородой. Это такая красота. Вот сегодня я решила сделать яичницу. У нас папа колбасу не ест и он, как всегда, просит с помидорами. Помидоры домашние, созрели в теплице, очень сладкие, вкусные. И нам с Дариной, с колбасой. И нам вот этой одной большой сковороды хватает на всю семью. Какая красота! Я купила вместе с крышечкой, я уже показывала. И вот так вот это все стоит. У нас очень грязно, яйца мне приходится мыть, потому что куры садятся. Видимо, все грязное у них. Дарина с Алиной у нас сегодня во вторую смену учится. А Томочка у нас совсем раскашлялась. Вот кашель и сопельки. Ну, не температурит, ничего. Но это она вчера. Вчера она гулялась, все лужи измерила. СМС пришла. Кто-то мне пытается позвонить. Вы знаете, встала. У нас уже 21 тысяча подписчиков. Если честно, я еще не отвечала даже, потому что Томочка как бы капризничает, болеет. И сейчас я всех завтраком покормлю. И если Тома мне даст такую возможность, то я поотвечаю вам на комментарии. Спасибо вам большое. Все нас смотрят. Мне так приятно. Вот у нас 21 тысяча подписчиков. А смотрят 26-21. Спасибо вам огромное. Дарина мне уже сегодня помогла. Заправила кровати. Все. Умница моя. Да, ты у меня умница, помощница. А Дарина, ой, Алина спит. Сегодня у нас альмагает. Что там такое, доченька? Надо причесочку тебе сделать, кукла моя. Ой, ладно, буду жарить нам яичницу. Ты мой пирожочек любимый. Как люблю я тебя. Не надо. Давай поменяемся. Давай. Нет, побольше, Томочка, бери. Дарина, не ешь с ее ложки. Тома, кушай сама, доченька. Что такое случилось? Тебя не кормят? Тишенька. Что такое? Ой, Тоша, я сама все время путаюсь. Я не путаюсь. Тише Тоша называй. Девчонки доедают йогурты у нас. Питьевые еще остались. Ты кушаешь? Ой, Томочка плохо кушает. Ты держи другой ручкой, чтобы она не ерзала. Нет, 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 нет. Ложку правильно держи. Сам йогурт держи. Ну, почему так? Ты нормально держала. Вот, ага, вот так. Вот. Я почему-то больше всего вот этот раз ехать. Угу. Постирала сегодня я белое. А, белое, ну, такое светло-светло-белое. Я стираю раз в две недели, потому что собирается мало. В основном красное часто стираю, а там все подряд. Девчонки собираются в школу. Алина, что уроки сделала? Многие буши сделала. Угу. Девчонки по литературу сияла. Девчонки. А стирала меховушки от курток. Дети вчера увидали. Там папа в шампуне лежат. Нацепили себе хвостов, бегали весь вечер с этими хвостами. Кое-как отобрала. Жалко, я все постирала. Ну, я эти меховушки шампунем стираю. Ну, такой же, вот как волосы стираешь. Ой, стираешь. Волосы моешь. Такие это. Надо спрятать. А то они бегают везде, таскают, как попало. Вот. У меня сыворотка с творогом. Я сначала хотела отделить, а потом думаю, там творога получилось. Гулькин нос. И я сейчас сделаю оладушки на сыворотке с творогом вместе. Вот. И готовить я сегодня еще пока ничего не готовила. Угу. Потому что у меня там полкаструли борща. Том, не делай так. Сейчас апельсинку я тебе порежу. Помыли окна, называется, еще хуже стало. Алиса. Не, с моей стороны. Ну, не ври, с твоей. Я с этой стороны Алину попросила, стой. Тома не дает выйти. Ой, капец. Не успела снять, как Дарина делает свою знаменитую прическу. Я это уже... Хвостик, хвостик. Да. А, она не так сделала, да? Обычно Дарина еще заплетает, но этот раз она только сделала два хвостика. Мне кажется, надо повыше маленько этот хвостик, нежный который. У тебя вылезут волосы, нет? Не вылезут? Ну, сегодня Дарина в юбочке. Сегодня, вообще-то, понедельник, надо было светлым идти, светлый верх. Ну, Алика, она всегда своя любимая. Уже 76. Видишь, моя зарядка гений. Это что ты? У меня 86. Конечно, ты моей заряжала. Но я-то и своей заряжала. Петухи дай. Да нормально. Сделали мы вчера о Дарине Инстаграм и Контакт. Но она ко мне еще не добавлялась. Потому что я хочу, давай, если у меня старалась найти надо. Ну, найдет. Единственное, что я переживаю, что... Я буду так сейчас спутить. Я буду и общаться. Единственное, что я переживаю, что у Дарины, если будет очень много друзей, она будет отвечать на уроках, на камень, ну, как бы... Ее. Чтоб не отвлекалась. Дарина и так рассеянное внимание. Дарь, подожди, я тебе сделаю. Я умею. Умеешь сама? Угу. На кота чуть не наступила. Ты я? Да. Алина. Тише. Этот раз я отгадала. Тише. Это любимый кот Алинин. Это Тоша. Какой тебе Тоша-то, Тише? Тошка. Много морда. Точно, это Тошка. Все-таки я опять ошиблась. Все, я готова. Спать. Алина готова. Я даже не знаю, одевать ее может снять. Красиво будет. Так ты ее неправильно одела. Она должна быть вот под этой штукой. Дарь, ну ты что? Когда у тебя, Дарина, начинаются занятия в театр-студии? У нас Дарина... А где Аленка? Нет. Белошвейка. Какого числа у тебя начинается? С первого сентября. А почему ты не ходишь? Хожу. Ходишь? Я уже отвечала, что... Ну-ка, покажись. Нормально. Видимо, она такая должна быть. Она большая, если она. Она ее все... Почему? Потому что... Завяжи тогда ленточку. Нет, я так лучше. Так пойдешь? Можешь ее маленько опустить? Сильно высоко. Ну все, дети собрались у нас. А ты кушать себе одну горлечку, что ли? Я думаю, что ты буду съем. А что они поели борщ нормально? Сухарики. У нас хлеб остается. Мы делаем сухарики. И с борщом. Пока девчонки были дома с утра, я успела собрать перец. Там еще немножко на кусту осталось. Я сегодня его полью. Потому что у нас обещают, по-моему, недели две хорошие погоды. Я думаю, ну зачем я буду сейчас срывать? Дождь пошел, как шумит. В общем, перец это не весь. Потому что я до этого уже два раза собирала. Он там тоже весь зреет. Помидоры я собрала тоже только крупные. Потому что они большие. Ну, в общем, там еще есть что собирать. А вот огурцы. А вот еще помидоры, которые вот созрели на кусту, тоже собрали. И, а вот огурцы последние. Больше я даже поливать не буду. Скажу Васе, чтобы он вырвал уже и убрал в теплице, которую сам делал. Половина перца я заморожу. Вот. С помидором надо будет делать что-нибудь. Можно было бы, конечно, и помидоры закручивать. Но у нас, кроме меня, никто помидоры не ест. Даже Вася, ни в какую. Я делаю, например, половину огурцов, половину помидор. И только я. Не знаю почему, но никто не ест. Буду перерабатывать как-нибудь. Может, салатики какие-нибудь еще поделаю. Лечи. Вот. Кабачки еще растут у нас. Тоже надо будет все собрать. Вася съездил сегодня. Купил тоже все дела стоят. Нам самое главное надо доделать, отремонтировать баню и сделать курятник. Это наипервейшие наши задачи. Вот Вася купил тут всякого разного пиломатериала. Вот. Потому что надо, надо делать. Нам время идет уже середину, даже почти конец. Шапку поправь, а то уши надует. Выпустили кур. Хорошо им на воле. В огород не пускаем, там еще капуста стоит. Еще все обклюют, как попало. Пусть тут ходят. Единственное, надо королить, чтобы не ходили на настил. Тома. Ой, Саня, не трогай. Гладкая мяч. Гладкая? Да, гладкая мяч. Это старая курица. Ну, в смысле, не старая. Ну, там же цыплята, они между... Ну, так, все. Не надо кур гонять. Тома, пойдемте на улицу, дети. Да, такого нет. Да, большие куры гуляют от маленьких отдельно. Ой, маленькие уже к себе домой дошли. А они вчера уже подрались. Подрались уже? Много раз. Кстати. А зачем, мама, это долго? Мы на яблоки поедим. Где яблоки? Точа, там нет уже ягод. Мама, а что это такое? Вася складывает. Пиломатериал. Мама, я одну там вижу ягодку. Ману буду лывать. Один сегодня складывает. Можете помочь, Вась? Помочь? Сам потихоньку. Веди Тому, пойдемте на улицу. Я одну сорву, Томки маленькую увидела. Ну, сорви, сорви. Посмотрим, у что-нибудь гуляет. Ой, надо игрушки отсюда собрать. Мимо ходим, никак не соберем. Кешка. Кешка каскадер. Смотри, он нравится ему, да? Кристина лучше снимала его оттуда. Ой, какой кот красивый у Кристины. Давайте дождик сделаем. Вот почему он туда лазит, интересно? Лазит, она пойдет, потому что ему интересно. Ну, вообще-то да, коты же любят лазить. Да раньше не виделась, не смотрела, да? Даша, Тома, давайте дождик сделаем. Ой, как у нас холодно, а дети хотят гулять. Опа, Тома тоже бросила. Сейчас кто-нибудь со школы придет, мы сразу домой пойдем. Я прям замерзла, если честно. Да пусть он сидит. Девчонки убежали. На тарзанке катаются. С мальчишками Кристинкиными. Только наши гуляют. А, нет, еще Диана. Жаннина дочка. Ничего, как хорошо у меня снимает камера. Так далеко. Так далеко. Даже что-то слышно немножко. Вон там Ляля чья-то выглядывает. Ой, я говорю, чья-то. В смысле, кто-то. Это, наверное, Санька. У Жаны девочку. Томину ровесницу зовут Саша. Ага, это она. Такая красивая девочка. Кота пытаются скинуть. Ветки ваши ловит. Ветки ваши ловит. Играет. Ага, ловит, ловит. Не лезь сюда, упадешь. Ну, наверх не надо залазить. Да, вот играется. А, хочет поймать. Ой, прям рука мерзнет, надо же. Холодно. Девчонки сегодня, завтра во вторую смену. Учина как-то просили показать, как я прибираюсь. Вот у нас Дарина с Алиной сейчас в школе. Все пришли с садика. И как бы перед школой дети поели. Я помыла всю посуду. Мы сходили с детьми погулять. Вот они пришли, все накидали. Сейчас они сели играть. Конечно, мне это надо все разобрать. Вот я шапки убираю. Куртки надо повесить. И так каждый день. Хорошо, конечно, когда... Здесь у нас лежат шапки. Здесь пакеты. Здесь у нас лежат все варежки. Все постирано, все чистенько. Варежки, перчатки уже все готовы. Это еще хорошо, что тут стол поставили. А так дети вообще накидают на пол. В общем, ходить приходится очень много. На самом деле, очень много. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот. Эти вешалки я приготовила, чтобы не забыть в садик. Чтобы спортивную форму вешать. Здесь у меня настирано все. Вот Женя пришла, кинула носки. Я еще пойду на улицу, занесу их обувь. Они пришли, всю обувь кинули, а сейчас холодно. Уговорила только тем, что мы придем, и я дам им планшет, и дам им компьютер. Невозможно уговорить. Здесь вот все чистенько, носки положу. Завтра они оденут, и они ходили один раз только. Здесь вот тоже пришли, накидали куртки, штаны. Я сначала пришла, все прибрала, а потом думаю, надо снять. Конечно, можно заставлять это делать детей. Ну, как-то мне проще со мной. Я знаю, куда я что положила. Вот. Тут все накиданы, это игрушки тут. Пока дети все заняли у меня, я жду, когда придут Дарина с Алиной. Я включу телевизор и повяжу. Как бы показывать, как я мою посуду, например, или пылесошу, я не буду. Потому что, поверьте мне, почти все в доме делаю я. Особенно тогда, когда дети начинают ходить в школу. Вот они сейчас со школы придут, им надо сделать уроки еще. И как бы мыть посуду и заниматься пылесосом, у них просто нет времени. Я стараюсь сделать это все сама. Пока они в школе и в садике. Чтобы у них была возможность чем-то позаниматься. Вот. А сегодня я много чего не сделала. Единственное, говорю, утром, пока дети дома были, Дарина с Алиной, я успела сходить. Нет, вру, огурцы собирала Дарина. Да. Вот. Потому что Тома ее не воспринимает никак. Вообще она с Дариной играть не хочет. Ее на самом деле завлекла Алина. Дала свой телефон. И пока Алина тут с ней была, я успела собрать помидоры. Потому что дети отказываются собирать, например, помидоры. Они, мы, не дай бог, там неправильно соберем. Мы там не так сделаем. Лучше ты сама. Поэтому я сама. Вот пока Тому сегодня укладывала. Немножко повязала мой круг. Мне кажется, он мне уже не надо. Но я его могу подарить сестре. Потому что мне нужно хобби, мне нужно отдых. А вязание для меня это самый настоящий релакс. О, накидали. Томочка, ты же ее не бей. Нельзя бить. Я надо ходить. Помогает? Ну пусть помогает, доча. Мы с папой собрались ужинать. Ужин у нас, как обычно, состоит из овощей. Любимой Васиной вкусняшки. Жарю моя. Сначала сожгла весь лук, потом все остальное. Я ничего не сжигала. Моя ты красота. Идет такая, снимает эту, хвостик такая. Я себе буду делать петешку. Ой, ну смотри, как она умеет, а. Моя ты красота. Кто-то в трусах не бежит. У нас опять пропал интернет. У меня там столько комментариев. Мне сегодня красивое, да. Мне сегодня дети даже не дали посидеть весь вечер. Я думаю, ладно, я их уложу, поотвечаю на комментарии. И у нас ничего нет. Мне так неудобно. Я вот не знаю, что делать. А мне сейчас Кристина тоже смс-ку прислала, соседка наша. У вас интернет есть? Я говорю, нет, нету. Алине, говорю, Алишенька, посиди от планшета. Хотя бы сердечки поставь. Мне некогда. Я уроки делаю. Я на странице сессии. Мне все лайкнули. Я такая захожу. Себя одна по лайкнула, одну фотографию лайкнула. Сразу у меня уже это больше стало. Перестало. Ой, по лайкам-то по 6, по 4. У меня этого больше. Кажется, ты как-то сестра ничего не делала. Ну-ка, она сегодня только начала фотографии загружать. Что ты хочешь? Вы сегодня в бане не пойдете, что ли? Нет. Вчера ходили. Нельзя мыть волосы каждый день. Ну, нам с папкой можно. Сделай мне тоже короткую стрижку. Мне тоже можно быть. У тебя волосы будут дыбом стоять, как ударенные. Вот так вот, а нет. Ну, покажу хоть, как уроки-то делаешь. Вот. Какую тему вы сегодня проходите, дочь? Вот еще 4, да, вроде, со следы. Сейчас это посидел я. Алина сказала, что я 5 получила тоже по литературе, да? По-русскому. А, по-русскому. Русский у нас директор ведет, Алина любит русский. Да. Проходим тему неорганические вещества, роль воды. Здесь у меня кузяцев. Распишу роль минеральных солей. Как у меня буквы. Я когда, иногда медленно писала, когда в школе училась, у меня было ровненько, красиво. Ой, четверка. А иногда, как начинала торопиться, у меня одни буквы в одну сторону, другие в другую. У меня была бы пятерка, но нам времени не хватило, чтобы написать вывод. У нас был урок по 30 минут. Саня, моя ты красота. Такая красивая девочка. Мам, надо в трутаку пойду я. Куды? В садик. В садик. Ну и дела. Только бзачков давай. С очками. Ой, боже. Вот так вот и красиво. Том, а? Том. Не надо так. Алишенька, что ты тут вешалку... Так она красиво его гладила, взяла. Я только по-моему. По-моему, штаны вы неправильно одели. Розочка должна быть... Она сама себе одела. Сама одела. Сама одела. Сама одела очки, блин. Я еще не косила. Сейчас я с вами на моем постель, еще раз летать. Ой, Томочка, блин. А мне, не сломай. Не сломай только. Ты меня снимала, ты смотри, что здесь с глазами. Кожи, маме, Том. Так они красятся тогда, раз не умеешь ухаживать. Погонять тебя. Вообще-то дома-то можно. Вот, покажем, мам. Дом-то можно глаза трогать. Вот такая у нас хозяйка. Мама, смотри. Медной горы. Мама, смотри. Мама, смотри, мама, мама такая толстенькая. Смотри на Томочку, Том, покажи, маме. Толстенькая. Толстенькая, толстенькая. Одной Жене как не хватает наша красавица. Хозяйка Медной горы. Мама, смотри. Мама, я губы накрасила геометически. Это как в анекдоте. Где ты, моя рыбка? А папка такой отвечает. Это я, хозяин аквариума, да? Мама, а я губы накрасила. Ты губы накрасила? Геометической помадой. Какой? Геометической помадой. Я положу папе. Вы не залазьте на Алинину кровать. Женя. А что она плачет? Она тушь смывает. О, сейчас брови такие тоненькие. Брови тоненькие. Тома, положи. Ладно, доченьки, красотули мои неописуемые. Давайте скажем. Тома, не ломай. Ну, Тома. Я умею чинить. Дарина, ты уроки сделала? Да. Смотри мне. Теперь я могу тебе говорить. Заберу телефон, отключу контакт. Контакт, но не инстаграм. А мне идут? Да, ну тебе очень некрасиво. Да, некрасиво. Ладно, доченьки, давайте скажем всем до свидания. Пока, пока, до встречи. Йоу, йоу. Ай, Дарька, Дарька. Все говорят, что мы с Даринкой, что я Даринке внимания не уделяю. Йоу, йоу. Так мы же весь день снимаем. Мы с Даринкой здесь. Всем пока. Мама, смотри. Да, Алина с Дариной тут целыми днями вместе. Они тут что-то все шепчутся. Как раньше Алина с Настей. Все, тут что-то секреты. А теперь Алина с Дариной. Ну, потому что, во-первых, Дарина тоже уже подрастает. Становится совсем не такая, как раньше была. А я с тобой же не тучи, друзья. Это Даринчик. Это Дарина на телевизор. Что? Это Дарина на телевизор. Ну, все. А там, как мне надо, что ли? Сама, давай мы отдадим Сашеньке. Давай. И мы с тобой пойдем. На, все, иди прячь. Мама, на три. Чи. О, смотри. Аликает с джигалцом. Это что такое? Это тебя Дарина так научила танцовать? Йоу, всем пока-пока, до новых встреч! Йоу, с вами была Дарина, йоу! Йоу, йоу, йоу! Ладно, ладно, все, да. Йогурт, ага, умница, остался последний йогурт. Я тоже люблю йогурт. Ну ладно, очень хорошо. Всем до свидания. Да, до свидания, пока-пока. Разбаловались со всем. До свидания, да. Пока-пока, йоу! Медарька, я из-за тебя, как попала, засмеялась. Пусть станет невозможным, а возможным. Пусть станет ближе все, что далеко. Пусть все, что кажется так сложно, решается красиво и легко. С днем рождения поздравляем вас, дорогие наши девочки. Юлию Осипову, Элину Кот, Алину Першину, Аделину Зайку, Яну Коростылеву и Дарину Шлепенко. С днем рождения мы поздравляем. Мы передаем приветы тем, кто правильно ответил, что плата за садик у нас 550 рублей. Первый был. Компания. 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 Жанна Ланорова. Р. Рахматулова. Таня Сальникова. Настя Белозерова. Женя Лов. Лениза Фатахова. Компания. 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 получать привет им завтра еще будут обязательно и я желаю вам счастья здоровья во всем успехов до новых встреч